Прямо сейчас мы же с вами пребываем в уме, мы же все воспринимаем через ум. А давайте посмотрим, а как в жизни мы выходим из ума? То есть мы не пребываем в уме. В какой момент нашей жизнедеятельности мы, скажем так, можем побыть вне ума? Вот с помощью чего? Каким образом? Правильно, да, сразу. Да, когда мы спим, но когда мы попадаем в фазу глубокого сна. Потому что если мы спим и видим сновидение, то мы также в уме. Почему сон нам необходим? Вот сейчас давайте задумываться, да? Считается, что самая жестокая пытка — это не давать человеку спать. Сон. Сон нам необходим. Хорошо. Вот во время сна мы отдыхаем. А так, а какие еще есть способы, чтобы быть вне ума? И мы это используем, скажем так. Может быть, музыка что-то такая? Слушание музыки — это тоже умственная работа. Потому что там идёт кто как слушает. Там через образы идёт слушание, через переживания, через информацию определённую, да? Очень часто мы слышим, что вот медитация, вы поделаете медитацию, но это визуальное сопровождение. То есть когда человеку говорят, так, значит, лес, представьте лес, представьте облака. Ну мы же опять работаем через ум. А медитация — это как раз такой способ восприятия, когда наше сознание, а сознание, вот смотрите, сознание — это прямо сейчас то, что воспринимает эту информацию, то, что видит этот мир, сознание. Но если вы уже слышали такие теории, да, о том, что мы, попадая в этот мир, как сознание, мы обращаемся, то есть мы забываем свою собственную природу. И вот мы смотрим этим сознанием, но как сознание мы себя не осознаём. Мы осознаём себя как человек, как тело, как ум. И вот если вы слышали о том, что индусы вообще говорят, а что здесь вообще происходит? Мы в уме живём, мы умом являемся ошибочно, и всё, что здесь происходит, является проекцией нашего ума на самом деле. И причиной ещё того, что мы находимся в неведении, является то, что мы всегда смотрим на проекцию ума, вот то, что мы видим сейчас в реальности, мы видим сейчас друг друга, как на реально существующие отдельно от нас. Но на самом деле это не существует отдельно от нас всё это. Это такой обман нашего восприятия и фиксация нашей точки сборки в таком восприятии действительности, когда мы её воспринимаем из невежества. То есть мы неправильно воспринимаем, потому что у нас недостаточно знаний, потому что тот, кто я, есть сознание, я по законам вот этой игры, я опять же, видите, ставлю открытым вопрос, где мы сейчас с вами находимся, кто мы вообще, и что здесь происходит. Вы знаете, вот допустим, вы в третьем классе, в десятом классе, ну вот в третьем классе у вас определённый набор знаний, и вы видите мир из этого набора знаний. Всё, у вас дальше, вы не знаете про отношение мужчины и женщины, вы не знаете, что такое измена, предательство, вы не знаете, что такое родить ребёнка и вырастить. То есть у вас определённый набор вот этого мировоззрения, и дальше вы никуда, вы живёте вот в этом шаре. И вот я понимал, что раньше я жил, когда не пробудился, я жил вот в этом шаре, просто я больше информации не знал. Вот та информация, которая была, я человек, я личность, нужно быть сильной личностью, нужно больше, дальше, выше, быстрее, успешным и так далее. Но вот за эти годы я из Владивостока уехал где-то в 2007 году, то есть это прошло уже сколько. И за это время я пожил в Индии, я был у просветлённых учителей в Индии, на Тибете, в Южной Америке, и я жил, значит, вот такой очень медитативной жизнью. И теперь я, когда хожу, то я понимаю, насколько моё знание, вот этот вот мой мир, он шире, и я вижу, да, я тоже могу наслаждаться вот этим закатом и этой улицей, но одновременно я знаю, где я нахожусь. То есть как бы вот то, что сейчас у вас есть восприятие, это есть определённая фиксация вашей точки сборки, того места восприятия, откуда вы видите этот мир. И эта точка сборки, ну, знаете, я постараюсь своими словами, потому что вообще-то этот термин заимствован от Кастанеды, это Дон Хуан, да, рассказывал, что вообще-то вот мы, ну, как бы, мы условно имеем физическое тело как вот, ну, плотную основу, да, но на самом деле квантовая физика ещё в прошлом столетии, это даже, знаете, 890-е какие-то годы, то есть они уже говорили о том, что вышла вот эта теория, корпускулярно-волновая теория о том, что корпускулы — это материя, да, волна — это не материя. Чем отличается материя от волны? Тем, что в материи частица имеет вдруг определённое положение, то есть она имеет положение во времени и пространстве. Когда частица превращается в волну, никто не знает, где эта частица находится. Есть лишь вероятностное предположение, причём это предположение относится ко всей Вселенной, где эта частица может находиться в данный момент, когда она волна. То есть во время волны нет частицы, есть только потенция. Даже физики установили, что это лишь кажется или одна и простая частица корпускулы, да, но с другой стороны это и является волной. То есть это нематериальное в то же самое время. И вот тоже квантовые физики, они изучали, что материя, атом, мельчайшая частица материи на 99,99% является пустотой. Смотрите, вот это вот, видимая нами как материя, на 99,99% является пустотой. И только на 0,01% это материя, да, то есть это ядро. То есть получается, что мы живём, знаете, вот в такой иллюзии. И, ну, в принципе, знаете, ну и живите в этой иллюзии. Ну, просто в чём весь сыр-бор? В том, что если мы неправильно воспринимаем реальность, тогда мы ударяемся об эту реальность. У нас возникают конфликты с этой реальностью. И смотрите, ну, можно, знаете, взять, да, что мы, ну, хорошо, более низшая теория, это теория душ, что мы все души, а души уже бессмертные, да. И мы приходим на эту землю для какого-то опыта, чтобы душа получила определённый опыт и стала более зрелой. Ну, и, кстати, сейчас мы с вами, если мы вот все посмотрим друг на друга, да, мы все божественные, индивидуальные. И, понимаете, из нас нету никого сильнее или слабее, хуже или лучше. Мы, согласно вот этой концепции душ, мы просто все пришли с определённой степенью зрелости и с определёнными задачами. Вот у каждого, у каждого своя задача. Причём, знаете, вот говорят, там, этот человек вот обидчивый, там, этот человек жадный, этот человек... Но то, что он жадный, это не потому, что он плохой, или он обидчивый, или, а вот эта родилась, родители бросили. Но это не то, что у неё тяжёлая судьба такая. Это просто как душа, она, или вот муж тиран. Все задачи душ, если мы будем говорить с этой точки зрения, да, они, в принципе, приблизительно находятся в одном направлении развития. Потому что, смотрите, с точки зрения квантовой физики, это уже... Ну, понимаете, то, что квантовая физика открыла, там, ну, в 1800 каких-то годах, а ведь в Индии, в священных писаниях о том, что мир иллюзорен, это описано с незапамятных времён, никто не знает, когда появились эти писания. Весь космос этот описан уже в этих ведических писаниях. Намасте. Если вот эти знания говорят о том, что мир иллюзорен, то мы, попадая сюда, как души, мы же, когда рождаемся, мы не знаем о том, что этот мир иллюзорен. Мы — это кто? Это вот душа, душа, которая родилась вот таким ребёнком. Но, слушайте, ну, не все дети такие. Есть дети, и затем они становятся подростками и взрослыми, которые с юных лет... Знаете, я на Тибете встретил... Ну, я на Тибете был, когда мне было уже больше 40. Я поехал к учителю. Но я встретил очень молодого человека, американец. Ну, ему, может быть, где-то было 18-19 лет. И он был монахом там, ну, в монастыре, вот в этих тибетских одеяниях, вот эта спортовая одежда. Знаете, туда, в эту систему, не так-то просто проникнуть. И я понимаю, что он как-то всё-таки попал в эту систему. То есть где-то в 19 лет. И, конечно, я прикасаюсь с ним... А, понимаете, вот люди, которые в очень молодом возрасте, и они... у них же не было вот этой кармы человеческой. Ну, то есть они не успели ещё вторично нагрешить, там, знаете, вот, от незнания. И такая лёгкая энергия, прям такая чистота, такая лёгкость. И поэтому он там, его не привлекает уже вот эта вот сансара, вот здесь, где, знаете, алчность, жадность правит, да, где больше, выше, сильнее, да. То есть он уже за чистотой, он понимает уже, да. И поэтому, видите, мы все с разной степенью знания, с разной степенью зрелости души рождаемся и приходим вот сюда. Как души мы все приходим сюда, и вот кто, кто приходит с каким знанием? Кто-то уже чего-то знает, а кто-то ничего не знает ещё, да. И вот здесь вот чем менее зрелая душа, тем больше она воспринимает этот мир за реальный, реально существующий. И, значит, она что будет делать к этому миру? Значит, она будет привязываться к этому миру. А вся работа души не заключена только в одном – не привязывайся, не привязывайся. И как бы, если вы почитаете там многих авторов, которые вот именно объясняют концепцию души, то, в принципе, там можно свести к одному, что не привязывайся, и второй момент – не идеализируйся. Потому что, когда мы попадаем в этот мир, а вот с точки зрения вот этой божественной игры Лила, сознание омрачаясь, а оно как омрачается, оно забыло свою природу, я забыл свою истинную природу, кто я. Как только я забыл, то сразу я попадаю в отождествление с мыслью «я». Вообще мысль «я» – это первая мысль. Что такое ум? Ум, его же как такового нету. Умом являются мысли. И вот как только мы попали в эту мысль «я», сразу мы попали в этот ум. И ум является тем, откуда мы не можем выйти. Вот это сильное отождествление. То, что мы видим, мы же видим проекцию ума, это же всё мысли. Вы всё знаете, вы всё знаете, вы всё… И это вот и является нашей фиксацией, нашей фиксацией невежества, человеческой фиксацией. Но это не есть плохо. Это не есть плохо, потому что, вот смотрите, вот эти мудрецы-инди, они же назвали божественная игра, они же не назвали божественная тюрьма, божественное наказание, конславили, да? Они назвали божественная игра, сознание играет в прятки с самим собой. Вот сейчас ты забылась и попала в этот, ну, действительно чудесный мир. Потому что мир ума, где же нету никаких границ. Но только душа, а не зрело, идеализирует, что люди должны быть такими-то и такими-то. А вот вы смотрели «Вечный зов», ну, я просто, скажем так, ещё, ну, в маленьком возрасте, там, 5-6 класс я прочитал эту книгу. И потом уже во взрослом состоянии я смотрел этот фильм, и вот мне очень понравился, как один герой там говорит, вот сколько живу, чем дальше живу, я не перестаю удивляться, как могут себя люди показывать, с какой стороны. Понимаете, вот мы, как бы, с точки зрения идеализации-то все думаем, что все должны быть вот такие-такие. А здесь мы попадаем на эту планету, где одни души движутся наверх, движутся к тому, чтобы вспомнить себя, а другие движутся к божественному опыту. А другие души, и это созидательные души, да, а другие души движутся вниз, и они движутся к разрушению, саморазрушению. И их никто не может спасти. У них такая задача познать, но ни созидание, ни разрушение не является плохо. Это игра. Сознание через вот такое заблуждение, оно хочет познать себя в самых разных ипостасях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА